Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! В Евротрак Симулятор 2 грядёт Россия! Или точнее её сердце. Но этого и так, скорее всего, в курсе. В блоге игры в Steam разработчики сбросили пачку свежих скриншотов, да говорят, угадывай места, а мы тебе ключик к одноимённому дополнению. Ключиков к сердцу России несколько победителей выберут случайным образом. Писать, откуда взялись виды, имеет смысл в тот же блог в Steam и на страницах компании в соцсетях Facebook, Twitter, Instagram. Когда дополнение увидит свет, тем не менее, не говорят, но ждать, по всей видимости, осталось недолго. Образовательная платформа Skillbox, партнёр этого выпуска, открывает 7 дней бесплатного доступа к своим онлайн-курсам и интенсивам для всех желающих. Ещё раз, бесплатная возможность прокачаться в настоящей реальности. На выбор предоставляется 6 направлений. Это программирование во всём многообразии, дизайн, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Скажем, игры, раз уж мы тут про них. Полученные знания помогут вам сориентироваться в том, какие профессии в геймдеве есть, какие востребованы, какая из них подходит и нравится вам персонально, и заодно разобраться с перспективами такой работы в качестве новичка. В течение этих 7 дней у вас будет уникальная возможность углубиться в известную, либо совершенно новую для себя профессию и понять, хорошо преподают или плохо, подходит ли вам такой метод обучения, и интересно ли вообще вожделенная профессия. Бесплатные модули являются частями полноценных программ, ни сейчас, ни потом ничего оплачивать не придётся. Пробуйте, всего 7 бесплатных дней, а опыт бесценен. Ссылка на регистрацию чуть ниже окна с видео в описании к ролику. Пророчили и ждали долго. Свершилось. На рынке современных видеокарт новый игрок. Хотя, какой же он новый? Intel анонсировала бренд ARK. Скрываются под ним уже 4 запланированных поколения видеокарт для ПК и ноутбуков. Первая получила кодовое название Alchemic. Три последующих пока именуются Боевым Магом, Целестиалом и Друидом. Название стрёмное, да, но то дела будущего. Что там с Alchemist? Аппаратная трассировка лучей. Супер сэмплинг на основе искусственного интеллекта. Полная поддержка DirectX 12 Ultimate. Intel готова встать в боевую позу и конкурировать с Nvidia и AMD. Для нас с вами это однозначный плюс. Даже если сами карточки Intel нам не пригодятся, такой уверенный шаг компании поможет расшевелить титанов рынка и хоть сколько-то сбить с них спесь. Вздохнули, закатили глаза в фантазиях о новой видюхе и погнали дальше. Два года назад в Dead by Daylight в кроссовернулся сериал «Очень странные дела». В игру тогда добавили новых выживающих Нэнси Уиллер и Стива Харрингтона. Убийцу Дима Горгона, у всех свои уникальные навыки, карту Национальной лаборатории Хоукинса и пачку ачивок. Поигрались? И хватит. В середине ноября кроссоверы вычеркнут из истории Dead by Daylight. Гостевые персонажи, а также все их облики исчезнут из продажи. Если вы успели или еще успеете приобрести соответствующий пак до отмены, доступ к героям останется. К слову, сейчас и до вайпа пак удешевлен в половину. Треклятая лаборатория, которая, кажется, вообще никому не нравилась, исчезнет из игры с концами. Навыки гостей из «Очень странных дел» будут появляться в Храме Тайн в обновленном виде. Уникальные умения не останутся эксклюзивом для тех, кто успеет приобрести героев до их выстругивания. А ачивки как-то переделают, сделав их доступными для всех. Зачем или почему понадобились такие радикальные меры? Предполагается, что все дело в истекшем сроке лицензии на подобную монетизацию интеллектуальной собственности. Новость посвящается всем, чье имя начинается на Ха, а фамилия на Ка. Главная мораль — не заигрывайте с фанатами Кодзимы и ни в коем случае не притворяйтесь им самим. Портал NME поговорил об Abandoned с главой Blue Box Game Studios Хасаном Кахраманом. Наговорили много и важного в том числе, поэтому коротко не получится, но тезисно попробуем. Первая игра — это, цитата, совершенно не то, о чем вы думаете, даже не близко. В материале несколько раз подчеркивается, что Abandoned даже не хоррор, а уж какой там Silent Hill. Жанр описывается как шутер с алиментами выживания. Открытый мир в игре сделать не смогли, причина — слишком крутой графен. Особое достоинство Abandoned — игровая механика, где все переплетено. Если главный герой долго бежит, то начинает задыхаться, что в свою очередь влияет на прицеливание. Если главный герой боится, то начинает нервничать, что тоже оказывает эффект на геймплей. Собственно, главный герой, протагонист игры по имени Джейсон Лонгфилд, окажется в странном лесу вдруг. Персонаж с повязкой на глазу, которого разглядели глазастые наблюдатели в постере играбельного тизера, главный злодей игры, которого создали при помощи технологии MetaHuman от Epic Games. К слову, проект создается на пятой версии Unreal Engine, что нынче в раннем доступе, а там, где ранний доступ, там и технические проблемки. Именно такой вид проблем окнастиг разработчиков прямо перед запуском специального приложения на PlayStation 5. Исход этого мероприятия мистер Кахроман называет огромной катастрофой. Полноценный кинематографический трейлер Abandoned планировали приурочить к Gamescom 21, но в итоге он может появиться позже. То же касается и играбельного пролога. И, наконец, к тому, как текущий орел внимания и насмешек сказывается на психологическом здоровье вовлеченных в проект людей. Плохо сказывается. Многие пользователи считают команду игры мошенниками, из-за чего Кахроман угодил в глубокую депрессию. Цитата. Другие люди из Blue Box также боятся светить лицами из-за негативного общественного отношения к их труду. И вот, вроде бы, отличный момент, чтобы пособолезновать заигравшимся девелоперам. И так я, наверное, и сделаю сразу после того, как припомню о том, что подумать можно было еще тогда, в момент, когда первый твит с жирным намеком на причастность к знаменитой серии Konami уже улетел в сеть, и можно было воздержаться от последующих приколов. Вот только, ведь даже после всего сказанного, оголтелые фанаты Silent Hill, MGS и Кодзимы лично не разуверятся в причастности Abandoned к ним всем. Что думаете об этой ситуации, напишите в комментах. И, кстати, о! Во-первых, наконец убрали комменты, самая бесполезная вещь, нет, не убрали. Во-вторых, а сам СтопГейм не забывает, где теперь появляются инфакты? Нет, у нас для этого целая табличка есть, и, к слову, она вот-вот, да и вся выйдет, как говорится. Сегодня мы на главном канале, вы обратили внимание, завтра будем на инфактовом, а в пятницу ждите последний инфакт на ютуб-канале StopGame.ru. Уже со следующей недели все инфакты будут выходить строго на личном инфактовом канале. И чтобы не потеряться, рекомендую обязательно нащупать ссылочку на него в описании и подписаться прямо сейчас. Видели комментарий про нерабочий колокольчик, и вроде бы тогда же нашлось решение, мы перекрутили настройки канала, и у кого-то стало работать правильно, а у кого-то не стало. Видимо, нужно немного больше времени, прежде чем платформа повсеместно применит эти изменения. Будем держать в курсе. И спасибо вам за то, что временные неудобства не удерживают вас от просмотра нашего новостного дайджеста. Видеоблогер-энтузиат Спеклайзер вскопнул игровые файлы второй The Last of Us. И нашел там следы, прости господи, батл-рояля по мотивам. Улика 1. Изображение карты для мультиплеера. Очень немаленькой карты, предположительно объединяющей сразу несколько локаций из одиночной кампании. Улика 2. Несколько файлов с припиской MP. Мультиплеер. Шлемы трех уровней, броня для туловища тоже трех уровней, несколько видов рюкзаков. Рядышком были найдены устройства для режима слуха, ошейник и переносной телевизор. Видео не демонстрируется, но в описании к видосу блогер утверждает, что нашел счетчик игроков, компас и скрипт для колеса эмоций. Мультиплеер The Last of Us Part 2 обещали и до, и после релиза игры. Однако со временем амбиции студии на многопользовательском фронте выросли, поэтому новые фракции станут отдельной игрой. Есть мнение, что новую версию мультиплеера TLO могут анонсировать 26 сентября, в день The Last of Us, когда Naughty Dog традиционно проводит различные мероприятия для сообщества серий. CD Projekt Red таки провела трансляцию, посвященную патчу 1.3 для Cyberpunk 2077. Говорят, выйдет скоро. Заодно рассказали о много-много численных правках, изменениях в балансе и улучшениях самой игры. И чтобы как-то подсластить пилюлю ожидания патча, затравили тремя бесплатными DLC. И вы могли уже подумать, что там куча сюжета нового, но нет. Первое это альтернативный образ Джонни Сильверхенда. Второе это многослойная куртка дельтовщика и иллюминесцентная панковская куртка для главного героя. И третье это автомобиль Арчер Кварц Бандит. Первое просто включается в настройках, а второе и третье нужно будет еще добыть в игре. Что касается правок и улучшений, там конечно раздолье. Ссылочку на список хотя бы даже самых интересных из них оставляю в описании. Но рандомно повыдергиваю из списка для затравки. В рюкзак добавлена фильтрация по предметам для заданий. Добавлена возможность сравнивать импланты. Добавлена возможность ездить на лифте во время переноски тела. В квартире Ви добавлены новые места, где может спать Нибблс. Добавлена дополнительная документация модификации имплантов и документация ножей. В общем, там подкраили, здесь подрезали и вроде получается, что игра в целом становится лучше. Открытым остается вопрос, достаточно ли этого, чтобы сменить общественное мнение с гнева на милость. Успех Among Us не имет многих девелоперов. Клонов? Немало. Идентичных натуральному режимов внутри других игр? Тоже. Мне кажется, появление собственной вариации мафии внутри Fortnite, которая с каждым шагом все больше позиционирует себя не как королевскую битву, а как социальную мета-площадку, было исключительно вопросом времени. Фортнайтовский Among Us получил название «Самозванцы». От оригинала отличается полным фортнайтовским 3D и полной фортнайтовской бесплатностью. Лобби, в том числе и закрытое, держат до 10 игроков. При таком раскладе самозванцами будут двое. Их задача — всех выкосить. Задача всех — выполнять тривиальное поручение до тех пор, пока либо те, либо они сами не иссякнут. Импостер способен телепортировать игроков, чтобы снять с себя подозрения, превращать всех участников игры в бананы, дабы слиться с толпой, и прерывать выполнение всех задач, чтобы предоставить себе дополнительное время, пока агенты не могут выполнять свои обязанности. Интересно, как развернуться события, ведь когда Epic Games ввернула в Fortnite королевскую битву, она получила иск от PUBG Coop за копирование игрового процесса PUBG. Лучшее место, чтобы следить за развитием этой истории, конечно же, наш сайт topgame.ru. Там же читайте обзор The Ascent за авторством Кирилла Волошина и лицезрите крутейшую историю серии Worms от Ивана Лоева. И обязательно досмотрите до конца. Там вам от нас приколюха. Хорошего дня!